Водитель такси ждёт четверых своих приятелей, которые уже отжали монтировкой входную дверь салона сотовой связи и теперь ломают металлические решётки. Времени мало, в ночной тишине разносится вой сигнализации, но грабители всё же успевают сорвать куш. Сейчас салон сотовой связи закрыт, сотрудники устраняют последствия налёта. Злоумышленники явились в магазин в 4 утра и за 3 минуты успели вынести гаджетов и аксессуаров на четверть миллиона рублей. Пустые витрины выглядят сиротливо, кое-где ещё видны осколки стекла. Менеджер салона недоумевает, как злоумышленникам удалось в считанные минуты буквально с корнем вырвать решётку. Витрины были все разбиты. На момент, когда ограбление было совершено, там стояли телефоны дешевле 10 тысяч. То есть вся дорожка, которую были все ещё убраны, и они не тронуты остались. На этих кадрах молодчики с добычи садятся в автомобиль и уезжают. В этот самый момент им навстречу мчатся полицейские. Патруль разворачивается и начинает погоню, а параллельно сообщает о беглецах в дежурную часть. Мгновенно к преследованию подключились сотрудники ГИБДД. Было установлено, что «Тойота» камни жёлтого цвета, в которой находились злоумышленники, пытаются скрыться. Нами было организовано преследование. Водитель проигнорировал неоднократные требования об остановке. В ходе чего совершил грубое нарушение правил дорожного движения. Выехал с проезжей части на тротуар. Машина злоумышленников налетела на бордюр. Подозреваемые бросились во дворы. Всё это попало в объектив камер видеонаблюдения. В итоге задержать удалось двоих. Взятые, по сути, с поличным. В отделе они решили изображать полное непонимание и невиновность. За что были сегодня задержаны сотрудниками полиции? Я сам не знаю. Что именно вы украли? Сколько у вас человек было? Вспомнил. Троих подельников задержанных полицейские сейчас разыскивают. И устанавливают, есть ли на счету банды ещё ограбление. Каждому из подозреваемых грозит до 7 лет тюрьмы. Марсель Нургатин, Максим Ларин, Петровка, 38.